привет мой уважаемый зритель с вами finimor сегодня будет очередное наше совместное расследование тему для изучения я выбрал довольно интересную это метеориты и все что с ними связано как обычно я подготовил один интересный материал с которым хочу поделиться с вами и мы проведем кое-какие эксперименты и кое-какое расследование с вами вместе поэтому не переключайтесь для начала я хотел бы спросить у вас часто вы наблюдаете в небе падение метеоритов но вообще вы наблюдали хоть раз жизни пусть даже не часто скорее всего многие из вас наблюдали в небе падение небесных объектов ночью это явление довольно часто можно наблюдать особенно во время того когда начинаются сезоны метеоритных дождей также всем хорошо известно что порою не успеваешь даже вытащить камеру из кармана но свой телефон там какое-то устройство на которое вы записываете видео даже сообразить времени не хватает не то чтобы это все заснять теперь я хочу освежить вашу память и немножко показать и рассказать вообще что такое метеорит но давайте начнем с визуализации посмотрим некоторое видео как вообще это выглядит чтобы вам это все напомнить так это что у нас челябинский метеорит 15 февраля 2013 год многие скорее всего знают и слышали об этом что 15 февраля на челябинск упал большой метеорит было много разрушений ну вот примерно вот что такое метеорит давайте посмотрим как он падает вот мы видим что сгорая в атмосфере возникает яркая вспышка и потом сходит на нет и все и метеор исчезает то есть он сгорает полностью какая-то оставшаяся его малая часть падает на землю давайте посмотрим с другого ракурса ну отсюда например вот видно вот яркость повышается сейчас будет засветка вот пик разрушения трения в атмосферу возникает такая вспышка метеорит разрушается и какая-то маленькая его часть падает ну в общем вы примерно представили что это такое вспомнили что такое падение метеорита и это большой метеорит потому что оставшуюся часть челябинского метеорита нашли она весом если не изменять память 600 килограммов а теперь давайте немножко порисуем правда художник из меня не пикассо но что-то накалякаю к примеру вот это вот наша земля сейчас мы добавим сюда еще атмосферу вот так ну а теперь будем рассуждать смотрите как падают метеориты вы сейчас видели в видео то есть примерно да ну и видели сами в небе вряд ли конечно видели падение больших объектов но маленькие замечали так как они падают довольно часто вот это вот синенький круг эта атмосфера зелененький это наша планета смотрите есть бывает падение метеорита вот такого типа то есть он из какой-то точки в космосе он проходит вокруг нашей планеты и уходит обратно куда-то далеко но при этом он не задевает атмосферу и его можно наблюдать в небе в чистом небе как яркую какую-то звездочку летящую вот существует еще один вид падения метеор метеоров когда они входят в плотные слои атмосферы и сгорают не долетая до земли частности вот такое вхождение вы все наблюдаете очень часто в небе когда за какие-то доли секунды этот камешек звездный просто исчезает сгорает в атмосфере превращаясь в пыль то есть он никуда не падает и куда не долетает есть еще один вариант падения метеоров но это классическое падение когда из какой-то точки летит камешек звездный и просто падает образуется воронка в этом месте эпицентр шумовые эффекты как это было в челябинске плюс разрушение из-за звуковой волны особой мощности произошли эти разрушения и вибрация которую создало это падение надеюсь я это все объяснил вам теперь вы понимаете и это тоже а теперь давайте перейдем к самому интересному это видео было снято 30 октября город находка россия вот мы видим пролет некоего объекта если вы внимательно меня слушали и знаете что такое падение метеорита посмотрите внимательно на эти кадры и вы поймете что метеоритом это назвать очень сложно вот мы видим этот объект разделился на три совершенно отдельных а теперь и больше объектов которые не исчезают и не сгорают и и в таком вот порядке они все вот в таком составе улетят за горизонт что в общем-то метеоритом назвать язык не поворачивается но это не самое интересное 30 октября 2020 года из города биробиджана пришло видео от ирины подписчицы канала они с супругом наблюдали нечто неопознанное в небе ну и удалось сделать виде снять видео ей на телефон спасибо что ирина сообразили так как в этой ситуации не каждый человек вообще подумает о телефоне или о камере да и времени буквально остается там пару секунд поэтому успеть это все это в общем надо быстро соображать спасибо большое за представленный материал сегодня я постараюсь дать расширенный ответ как и обещал как мы видим в принципе это тот же самый объект который дальше продолжает свое путешествие по нашему небу но это еще не самое интересное многие могут сказать да это прекрасно финимор замечательно но метеориты можно наблюдать с большой территории с разных точек вот видео из хабаровска и как мы видим это нечто она не собирается никуда падать она просто летит это хорошо видно нет ни характерной яркой вспышки нету не затухание падение вот вы видите все это хорошо видно ну вот в принципе то что я хотел я вам показал а почему я это все показывал вам давайте теперь перейдем на наш любимый google year что мы знаем нам известно что 30 октября 2020 года случилось некое событие которое было замечено во многих точках нашей большой и великой страны нашей большой и великой страны эти точки я отметил на гугл карте вот они отсюда вот мне пришла первая информация о наблюдении этого объекта с биробиджана с биробиджана видеоматериал 2 об этом объекте но с интервалом некое некоторое время в общем чему я это все клоню давайте так для начала я думаю это вам ни о чем не говорить сейчас вот это то что я показываю мы возьмем наш любимый сантиметр и промеряем расстояние но многие так знают мы стоим здесь километры вот от точки а в точку б по прямой примерно это 6000 километров правильно но самое интересное не в этом мы просто запомним эту цифру 6000 километров сейчас кто сообразил тот быстро уже подсчитал а что я не скажу подсчитал теперь давайте посмотрим на эти точки наблюдения значит здесь объект этот был замечен в Благовещенске в Биробиджане в Хабаровске в Комсомольске на Амуре и в Сахалине точное время нам известно только в Биробиджане вот 0.15 по МСК в остальных точках я точного времени увы не знаю и точка старта первого замечания нам тоже 22.20 ориентировочно мы будем отталкиваться от 22.20 ну 22.20 берем за отправную точку теперь теперь давайте займемся математикой посчитаем с какой же скоростью этот объект приблизительно летел выясняется что из точки А в точку Б то есть из находки вот отсюда в Биробиджан вот сюда сейчас я нарисую чтобы было видно и понятно вот это расстояние этот объект пролетел за 1 час 55 минут путем подсчета выясняем его скорость получается скорость его равнялась 3871 километр довольно быстро летел но самое интересное даже не в том как он с какой скоростью летел так как мы знаем что метеоры падают довольно быстро ну в общем звездные камешки а в том что как он преодолел вот это расстояние вот это вопрос возникает несколько вариантов получается что этот объект был весьма большой и скорее всего из тех художеств которые я рисовал и показывал получается что он летел по касательной то есть он попал в слои атмосферы плотные но не сгорел и по какой-то причине таким образом он преодолел больше 6000 километров этот метеорит не сгорел в плотных слоях атмосферы ну даже метеорит назвать я его не буду будем назвать объект хотя я специально подождал некоторое время чтобы дождаться официальной точки зрения и официального объяснения этому происшествию я его дождался весь материал был подобно тому что это было замечено падение обычного метеорита я вам показываю сейчас и вы сами понимаете что это не обычный метеорит так как обычный метеорит 6 тысяч километров не летают со скоростью 3800 километров в час если проследить траекторию вот этих вот точек где был замечен этот объект то можно выделить что у него была вот такая вот траектория падения приблизительно где-то вот так вот вот тогда можно конечно его было заметить во всех этих местах ну вот так возьмем когда он падал и сгорал ну приблизительно тогда должен быть он вот где-то здесь точка входа и точка выхода здесь ну вот так возьмем даже ближе вот это примерно 1223 километра вот это расстояние не очень то и большое я согласен здесь можно заметить ну а как мы видим вот это расстояние вот сейчас я проведу почему у меня не рисует так ну а получается вот такая вот картина вот примерно это маршрут следования этого объекта причем с большой скоростью ну в общем вот так теперь надеюсь вы сами понимаете что это точно не не падение метеорита а что-то было другое ну версии у меня несколько по одной из версий я думаю что это скорее всего какой-то большой объект по типу МКС который вошел в слои атмосферы и медленно сгорал поэтому его видно было на таком расстоянии хотя все мы прекрасно помним когда топили станцию мир она упала в океане ну и на побережье практически ее никто не наблюдал специально снимали затопление пытались поймать это на видео заснять широкой публике это не показывали ничего как обычно в общем так а тут же какой-то непонятный объект пролетел над всей россией буквально сгорая в атмосфере это посчитали за падение метеорита оставлю все на ваш суд на ваше мнение а вы уж конечно напишите в комментарии что вы думаете насчет этого всего что я вам рассказал сегодня мне будет очень интересно почитать возможно мы все вместе найдем настоящие ответы так как я уверен что то видео которое вы мне прислали оно не в единственном экземпляре и снимали многие возможно с других уголков нашей большой и необъятной могучей страны а может быть из других стран было замечено поэтому вот я сейчас нарисую еще раз вот эту вот линию прямую по которой примерно я думаю этот объект прошел так наверное лучше даже так так приблизительно так кто где живет смотрите возможно 30 вы снимали что-то подобное присылайте и выделим все точки на нашей планете где его заметили и будет более менее ясно и понятно что это такое было ну в принципе все все что я хотел вам рассказать теперь вы знаете точно что стали свидетелем чего-то действительно необычного неординарного напишите в комментарии что бы вы еще хотели увидеть на какую тему а также скажите мне как вы относитесь к прямым трансляциям вообще стоит ли их проводить по типу я не знаю даже наверное ответы на вопросы вот вы будете их задавать а я буду в прямом эфире отвечать вам что-то типа того я думаю так такого формата ну в принципе все мира вам и процветания пока со временем у меня какие-то траблы блин ладно все хорош все хороши